МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканала 51 МТВ информационно-аналитическая программа «Объектив. Итоги недели». Здравствуйте! В студии Марина Колесникова. Итак, главные события этой недели – причины, следствия, последствия. Все то, что вы обсуждаете сегодня и будете обсуждать завтра. И сейчас коротко об основных темах выпуска. Северное сияние, солнечное затмение, аномальное тепло. Сюрпризы от погоды. Убрать нельзя оставить. Наружная реклама по правилам. Хорошая страховка в жизни. Как вернуть престиж рабочей профессии? Удивительное рядом. Мощнейшая магнитная буря стала причиной редкого для наших широт погодного явления. Настоящее северное сияние на этой неделе могли наблюдать жители Поволжья и Урала, а также Центральной России и Северо-Западного федерального округа. Множество очевидцев опубликовали в социальных сетях фотографии этого явления. По словам ученых, буря возникла из-за сильной вспышки на Солнце. После выброса энергии частицы попали в магнитосферу Земли и смогли добраться даже до наших довольно низких для этого явления широт. Магнитная буря была оценена в 4 балла по 5-бальной шкале геомагнетических эффектов. Это самая сильная солнечная буря с осени 2013 года. Еще об одном природном сюрпризе. Аномально теплая погода в эти дни в Татарстане бьет температурные рекорды. Только в Казани их установлено 6. Днем столбики термометров поднимались до рекордных для этих дней значений, характерных скорее для начала апреля. По словам синоптиков, аномально теплая и сухая погода обусловлена влиянием устойчивых южных и западных антициклонов. Кроме того, причиной таких высоких температур в условиях отсутствия плотной облачности является и значительный дневной прогрев воздуха, чему, кстати, способствует уже достаточно высокое весеннее солнце. Снежный покров день от дня заметно уменьшается. Один из весомых факторов сдерживания роста температуры в переходный период от зимы к весне работает недостаточно. Музыка Куда придет большая вода? Высокие температурные показатели приближают пик весенних паводков. Малоснежное начало зимы наряду с сильными морозами привели к промерзанию почвы. А учитывая еще и количество выпавшего снега, можно сказать, что вероятность паводка в этом году высока. Об этом заявил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Татарстана Николай Суршко. Эта тема стала ключевой и на деловом понедельнике в Бугульме. Если погода не преподнесет сюрпризов в виде плюсовых скачков и будет держаться примерно такая же температура, то паводок в республике пройдет с минимальным уроном. Однако сидеть сложа руки нельзя. В Бугульминском районе три населенных пункта в зоне подтопления. Это поселок городского типа Карабаш, село Татарская Дымская и деревня Сулык-Чешма. По их территориям текут реки Степной Зай и Дымка. По прогнозам, исходя из метеорологической обстановки, в 2015 году в Бугульминском муниципальной районе в зону возможного подтопления в период весеннего половодия могут попасть часть улиц и 108 домов и подворий трех населенных пунктов, где проживает всего 314 человек, в том числе по ГТ Карабаш 175 человек, село Татарская 103 человека, деревня Сулык-Чешма 36 человек. Наиболее подвержен угрозе подтопления Карабаш. Именно здесь прошло выездное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Каждую весну в этом населенном пункте вода доходит до 170 домов. Ненамного меньше и в татарском Дымском сельском поселении. Сколько ветеранов войны и одиноких пенсионеров проживает в зонах подтопления? Проводилась какая статистика? У нас статистика есть по людям, которые не могут сами, допустим, провести эвакуацию. Но я, к сожалению, сейчас не готов ответить. Эта статистика есть. Вы должны знать наизусть, сколько человек у вас находится в зонах подтопления, кто из них является ветеранами, тем более ветеранами Великой Отечественной войны, дружинками тыла, кто одинокий пенсионер. Я прошу вас подобную работу провести, проанализировать. Глава поселения здесь у них эти цифры наверняка имеются. Обсудив текущие вопросы этой недели, наметили планы на будущее. Приближается самое ответственное время для сельчан. Есть большая вероятность того, что к посевной в этом году приступят раньше обычного. И это не только из-за ранней весны. Многие ответственные руководители хозяйств вовремя закупили запасные части для иностранной сельхозтехники. С тревогой смотрели на 2015 год в силу того, что очень много сельхозпредприятий закуплено было в свое время иностранной техники, импортного производства. И любая техника имеет свойство ломаться, поэтому комплектующие, конечно, в цене значительно выросли. От 20 до 30 процентов стоимость поднялась на. Но, что называется, родивые хозяйственники крепкие, они, как чувствовали, еще в том году, до повышения курса валют, успели закупить необходимые комплектующие. И поэтому вселяет уверенность, что вся техника вовремя выйдет на посевную. В этом году объем работы сельчан прибавится. Площадей засеют больше, чем в прошлом. Всего 46 тысяч гектаров земли. Реклама вокруг. В Бугульме началась борьба с нелегальной наружной рекламой. Практически на всех улицах города сегодня можно встретить самые разные элементы наружки. Вывески, крышные установки, щиты. Однако только малая часть их прошла согласование и экспертизу рекламных конструкций. Другие же устанавливались без подготовки необходимой проектной документации или вообще в обход всяких законов. Конечно, значимость наружной рекламы сегодня трудно переоценить. Ведь без этой подсказки современные потребители достаточно тяжело ориентировались бы на рынки товаров и услуг. Систематизировать рынок наружной рекламы призваны новые правила, которые утвердили бугульминские депутаты на очередной сессии. В Бугульме начали приводить в порядок рынок наружной рекламы. По примеру, Казани. Город давно испытывает острую необходимость в разработке схемы размещения наружной рекламы. На сегодня практически все рекламные конструкции установлены в городе незаконно. Из 200 существующих останется только 141 штука. Тот беспредел, который сегодня существует в нашем городе-районе, в области именно рекламных конструкций, мы его должны искоренять. Более 90% всех рекламных конструкций вне закона. Я не говорю и не склонен считать, что те люди, которые ставили в свое время эти рекламные конструкции, которые извлекают прибыль, что они незаконопослушные. Нет, такого нет. Просто на тот момент не было соответствующего закона, не было соответствующих нормативных актов. Они появились, и мы должны привести все в соответствии. Это не моя прихоть, это не ваша прихоть, есть закон, но мы с вами должны любить и уважать свой город. Порядок должен быть порядком. Поэтому я благодарен депутатскому корпусу, который очень активно принял участие в обсуждении этих вопросов, которые сегодня выносились на поездку дня. Жаркие были дебаты, мне Ирина Борисовна докладывала. Я вам очень благодарен и признателен за ваше неравнодушие. Спасибо, что вы любите свой город, любите свой рай. Все рекламные конструкции в городе теперь будут выставляться на торги, что обеспечит прозрачность сделки. Прийти на этот рынок смогут новые игроки. К тому же городской бюджет начнет получать доходы. Примерно около 4 миллионов рублей в год, которые будут направляться на развитие города и реализацию социальных программ. Кстати, в Казани городской бюджет получал около 15 миллионов рублей до принятия правил, после – 250 миллионов рублей. Благодаря новым правилам, которые утвердили бугульминские депутаты на очередной сессии, город очистят от незаконно размещенной нарушки, тем самым сохранив его исторический облик и первозданный архитектурный стиль. Мы еще на депутатских сессиях года два тому назад ставили вопрос именно о приведении облика города и района к какому-то стандарту. То есть, на мой взгляд, это уже первые шаги того, что было уже необходимо сделать в этом городе. Первое – это фасады, то есть приведение, унификация именно на вывески магазинов, учреждений. Это уже как-то новое. Второе – приведение в соответствии конструкции рекламных, приведение в соответствии остановочных комплексов. Было также высказано пожелание, чтобы в городе были определены районы культурно-исторического наследия, где рекламы они вообще не должны быть. Стоит посмотреть на столицу нашу, тысячелетие Казани, когда начинали проводить, до чего Казань привели. То есть, у нее стало приятно заезжать. После универсиады это второй этап был. То есть, надеюсь, что этот этап и в нашем городе приживется, и мы все только окажем к этому какое-то способство. В Бугульме уже несколько лет этот вид рекламы мешает всем вокруг. Она загораживает объекты архитектуры, портит внешний вид города, а зачастую становится причиной аварий, располагаясь в неположенных местах. В последнее время появилась даже двусмысленная наружная реклама. Следить за соблюдением правил порочена административно-технической инспекции, специалисты которой будут регулярно совершать объезды по городу и фиксировать нарушения. Что же вошло в топ новостей в республике? Какие ключевые события произошли в Татарстане на этой неделе? Итак, коротко о главном. Рустам Мениханов побывал в Лениногорске с рабочей поездкой. Он принял участие в заседании, посвященном мероприятиям по подготовке и празднованию 60-летия образования города Лениногорск и 70-летия образования управления НГДУ «Лениногорскнефть». По словам президента, в Лениногорском районе создана надежная база для дальнейшего развития нефтяной отрасли Татарстана. За последние пять лет Татарстан укрепил позиции лидера по важнейшим экономическим направлениям, в том числе в части нефтедобычи и нефтепереработки. Рустам Мениханов отметил, что коллектив лениногорских нефтяников – лидер в области обеспечения эффективной разработки высокообводненных и выработанных месторождений. Это специалисты, которые умеют работать в самых сложных условиях, что говорит о высоком кадровом потенциале. Республика Татарстан заинтересована в присутствии голландского бизнеса на своих инновационных площадках, в том числе на территории особой экономической зоны Алабуга, на площадке проекта Иннополис. Об этом заявил на встрече с чрезвычайным и полномоченным послом Королевства Нидерландов Российской Федерации Роном Ван Дартелом Рустам Мениханов. По его мнению, сегодня для активизации контактов между Татарстаном и Нидерландами есть все условия. Он также напомнил, что продолжается сотрудничество с голландскими коллегами по линии Ассоциаций инновационных регионов России. Что касается отрасли здравоохранения, то, по словам Рустама Мениханова, есть интерес к сотрудничеству в области подготовки специалистов, обмена студентами, межвузовскими контактами, в сфере медицинского туризма, подготовки и проведения тематических выставок, стажировок татарстанских специалистов в ведущих клиниках Голландии. Рустам Мениханов принял участие в торжественной церемонии запуска тоннеля проходческого комплекса «Сиумвике», призванного соединить новую станцию метро «Дубравная» со станцией «Проспект Победы» в Казани. Обращаясь к метростроевцам, Рустам Мениханов отметил, что несмотря на кризис, улучшение качества жизни татарстанцев является первостепенной задачей. Он подчеркнул, что строящаяся станция «Дубравная» будет востребована местными жителями. Отмечая высокий уровень работы казанских метростроевцев, Рустам Мениханов выразил уверенность в том, что все строительные обязательства будут выполнены в срок. После торжественной церемонии президент Татарстана отправился в штаб стройки, где состоялось обсуждение дальнейшего хода строительных работ. Спасатели завершили основные работы на месте пожара в торговом центре «Адмирал» в Казани. Место инцидента огородят забором для расчистки территории, которую проведут Министерство строительства и другие ведомства. В рамках расследования дела о пожаре следствие возбудило уголовное дело в отношении генерального директора компании, владельца здания Роберта Хайрулина и председателя совета директоров компании Алексея Семина. Хайрулин в настоящее время арестован. Также были арестованы и представители арендатора, директор и замдиректора по технике безопасности фирмы «Заря» в Гусенингах Романов и Николай Каекин. Кроме того, задержана бывший пристав исполнитель межрайонного отдела управления Менделя Сафина. Она явилась на допрос по собственному желанию. После пожара в «Адмирале» стартовали масштабные проверки торговых объектов с массовым пребыванием людей по всему Татарстану. Прокурор республики Илдус Нафиков дал поручение главе МЧС до середины апреля проверить более двух сотен объектов. Первый рынок после пожара в Казанском торговом комплексе уже закрыли. Верховный суд Татарстана принял решение приостановить деятельность объекта в набережных Челнах. О проверках в Бугульме мы поговорили сегодня с начальником отдела надзорной деятельности по Бугульминскому муниципальному району Максимом Пестеревым. На фоне активного расследования после пожара в Казанском торговом центре «Адмирал» прокуратура Татарстана решила проверить все торговые точки, к которым ранее имела претензии. Максим Николаевич, а скажите, а наш город это тоже коснется? В целях обеспечения пожарной безопасности на объектах с массовым скоплением людей в соответствии с требованиями прокуратуры Республики Татарстан отделом надзорной деятельности по Бугульминскому муниципальному району запланированы внепланы выездные проверки торговых центров, гипермаркетов, рынков с 23 марта 2015 года. До 16 апреля все эти объекты будут проверены. А сколько было в прошлом году проверок места с массовым пребыванием людей в нашем районе? В 2014 году в соответствии с требованиями прокуратуры Республики Татарстан в ноябре месяце проводились внепланы выездные проверки на объекты с массовым скоплением людей. Было проверено 7 крупных торговых организаций. И каковы же результаты этих проверок? В ходе проведенных проверок инспекторами отдела надзорной деятельности были выявлены ряд нарушений требований пожарной безопасности. По результатам проверки должностные и юридические лица были привлечены к административной ответственности. Выданы предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности с конкретными сроками исполнения. Максим Николаевич, во время проверок с какими нарушениями вам чаще всего приходилось сталкиваться? Анализ показал, что на торговых объектах не соблюдаются требования пожарной безопасности, не функционируют либо отсутствуют системы противопожарной защиты. За овальные аукционные выходы, проходы различными товарами обслуживающий персонал не знает своих действий в случае возникновения пожара. Спасибо, Максим Николаевич, до свидания. Спасибо, до свидания. Токари, слесари, маляры. Реклама пестрит объявлениями о поиске этих специалистов. Но, несмотря на высокую востребованность, рабочие профессии только начинают отвоевывать свое место в рейтинге престижных вакансий. В целях выравнивания спроса и предложений на рынке труда Буглюминским центром занятости населения в тандеме с управлением образования и работодателями проводится комплекс мероприятий по профессиональной ориентации молодежи. Одним из них стал профориентационный форум «Образование. Карьера. 2015». Постоянно совершенствовать полученные навыки в этом процессе очень важно. Запеленать младенца за несколько секунд по силу не только опытной маме, но и студенту медицинского колледжа. Пополнить ряды поклонников СУЗы города смогли на ежегодном форуме «Образование. Карьера. 2015». Я уже с самого детства думала о том, чтобы пойти на медика, так как моя прабабушка была военной медсестрой, и поэтому я решила посетить себя в медицине. Поделились своими секретами успеха в вопросах выбора профессии и руководители бугульминских предприятий. В мероприятие принял участие мэр города Ленар Закиров. На суд первого лица была представлена выставка семи образовательных учреждений и восьми предприятий города. Можно любой графический рисунок и директорное изображение перенести на материал. Первостепенная задача сотрудников педколледжа – работать на опережение. Своих студентов они готовят с юных лет. По сравнению с прошлым годом количество заявлений в приемную комиссию увеличилось более чем на 40%. Повысить престиж рабочих профессий для сотрудников центра занятости – задача номер один. В рамках проекта «Моя профессия, моя карьера» психологи учреждения в игровой форме знакомят воспитанников детских садов и школ с миром интересных и разнообразных профессий. Анализ поступающих вакансий в Центр занятости населения города Бугульмы показывает, что на протяжении последних пяти лет доля рабочих профессий в общей потребности работодателя составляет более 70%. Превалирующая потребность рабочих говорит о необходимости изменения ситуации на рынке образовательных услуг, корректировке имиджа рабочих специальностей и увеличении привлекательности учреждений среднего профессионального образования. Как найти работу по вкусу и кошельку? Бесценным опытом поделились и руководители предприятий нашего города. Работа выездных мобильных центров, кадровая подготовка студентов, экскурсии и стажировка на предприятиях – вот лишь малая часть совместной работы с СУЗами города. Отработанная схема сотрудничества только в прошлом году охватила около 4000 учащихся. В нашем городе, в нашем районе идет серьезная работа по профессиональной ориентации молодежи. Наш опыт признан одним из самых лучших в республике. Особую благодарность хочу выразить сегодня руководителям предприятия, активно работающим в системе профориентации нашей молодежи. В конце мероприятия Ленар Закиров вручил благодарственные письма руководителям предприятий за активную работу в 2014 году. А теперь к обзору событий в Бугульминском районе. Мэр Бугульмый Ленар Закиров принял участие в нескольких заседаниях. Антинаркотическая комиссия собралась впервые в этом году. Участники заседания подвели итоги работы за 2014 год. Ежегодно сотрудниками Бугульминского управления наркоконтроля проводится огромная работа по противодействию сбыту и пропаганде наркотиков. Только за прошедший год ими была пресечена деятельность 9 преступных групп. Удалось изъять свыше 46 килограммов наркотиков. В ходе проведения оперативно-профилактической операции МАК-2014 были ликвидированы 9 очагов произрастания растений, уничтожено свыше 3000 квадратных метров дикорастущей конопли. В прошлом году в Татарстане было зафиксировано 1587 случаев отравления спиртными напитками, в том числе нелегальным алкоголем. Именно об этом говорили на заседании Совета по контролю за ситуацией в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. Повышение ставки акциза на спиртосодержащую продукцию привело к подпольному выпуску и продаже фальсифицированного алкоголя. Его доля на российском рынке, по оценкам экспертов, уже достигает 65%. Это как отечественный суррогат, так и паленая алкогольная продукция из Казахстана, где ставка акциза в четверо ниже, чем в России. Только за прошлый год в Бугульме было изъято из оборота более 10 тысяч литров нелегальной алкогольной продукции. В этом году уже около 700. В республике резко увеличилось количество отравлений паленой водкой. За январь и февраль этого года уже зафиксировано 211 отравлений. Смертность увеличилась на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Татарстане появится новая авиакомпания «Юго-Восток Татарстана», созданием которой занимается компания «Татнефть». Авиаперевозчик уже подал в Росавиацию заявку на получение сертификата эксплуатанта. Самолетный парк новой авиакомпании будут составлять 8 самолетов CG-200, которые передаст перевозчику банкротящейся авиакомпании «Акбар Сайра». Начать полеты юго-восток Татарстана сможет уже к лету. Базовым аэропортом «ЮВТ» станет приобретенный «Татнефтью» аэропорт Бугульма. Компания будет ориентироваться на региональные перевозки. Вчера бугульминцы имели возможность наблюдать настоящее солнечное затмение. Примечательно, что состоялось оно в день весеннего равноденствия, когда Солнце и Луна пересекаются на небесном экваторе в созвездии Рыб. Тем самым затмение символически отметило приход астрономической весны. Во время полной фазы затмения диск Луны полностью закрывает солнечный. При этом вокруг черного круга Луны видно яркое свечение серебристого цвета – солнечная корона. Именно такое затмение можно наблюдать благодаря удивительному факту. Солнце и Луна имеют практически одинаковые видимые диаметры. Спуститься с небес на Землю эти молодые люди могут за секунды. В их арсенале настоящие телескопы. С помощью этих устройств ребята увидят первое в их жизни солнечное затмение. Сам я вечно занимался астрономией и увлекался звездами. Но вот сегодня мне посчастливилось в моем детстве увидеть частичные солнечные затмения. Вот ровно в час по нашему местному времени у нас получилось затмение на одну шестую, одну седьмую часть как раз Солнца. Когда я раньше смотрел на звезды, завораживало, а сейчас еще больше завораживает. Именно Солнце, именно такая огромная звезда, которая как раз дает тепло нашей планете. При наблюдении за солнечным явлением необходима специальная защита – темные светофильтры. Без них можно не только испортить технику, но и лишиться зрения. Для того, чтобы увидеть солнечное затмение, нужны специальные светофильтры. Но сделать их можно даже своими руками в домашних условиях. Для этого нам понадобится зажженная свеча и обычное стекло. Именно это стекло пропустит в себя одну миллионную долю световой энергии. Навчавшись в Северной Атлантике, лунная тень проследует к архипелагу Шпицберген, а затем уйдет далее на север. У нас была уникальная возможность. Мы сумели пронаблюдать солнечное затмение в очень большой фазе. Фаза 0,57. Это значит, что почти 57% поверхности Солнца была закрыта тенью Луны. Кроме того, мы с учениками наблюдали в телескоп еще и за небесными объектами, которые находились недалеко. Это уникальное зрелище повторится на территории России лишь в 2061 году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин